здравствуйте с вами опять канал любительская жизнь в канаде и так сегодня мы только что вернулись из бара из клуба клуба канадского клуба смотрите наш прежний ролик там все в этом клубе такая маленькая рецензия так вот мы вернусь домой и решили еще немножко расслабиться что значит расслабляться по-канадски с недавних пор у нас разрешено курить траву здесь вполне легально и правомерно а вот мы купили недавно траву под названием god's purple crack в магазине который находится совершенно неприятно и курим его за счет вот такого устройства об этом устройстве я расскажу еще потом в другом ролике но сам факт что это очень гениальное устройство если ты конечно знаком с курением а наши в косяке плане это совершенно иной вкус приятная приятные нотки вот такие вот замечаешь и тебя накрывает постепенно то есть ты можешь больше больше это контролировать да сколько тебя можно курить сколько нельзя допустим накрывает это замечаешь наверное хватит или нет ну можно еще покурить да допустим а вот так вот и вот такая вот вроде рецензии да и в общем очень расслабленное самочувствие это конечно самочувствие рассказать очень расслабленность самочувствие как бы да извините пожалуйста за мой вид я просто уже так по-домашнему оделась в халате ну тоже бывает показать релаксацию расслабление да а вот и все равно есть мысли много мысленный полет у хорошей хорошей скажем поэтому трава хорошие еще будем возвращать га спасибо за внимание хорошего вечера здравствуйте извините меня за мой внешний вид я уже полностью на расслабоне не умылась уже уже переоделась как говорится на это вы уже видели да что я палате это уже не важно в общем вот выпиваю уже свою третью пол-литровую бутылку воды потому что такой изрядный сушняк после после употребления травы так вот пришла на интересная мысль которую бы хотела вот сейчас поделиться да потому что она сейчас кажется гениальна конечно да чаще всего когда вот покуришь немножко да тогда кажется все мысли просто гениальны но я не знаю может это просто у меня так может быть это у всех так я не знаю ну в общем те с кем я общалась в накуренном виде да конечно те в какой-то степени понимают меня но не надо до конца так вот гениальная мысль да разница между легендой и обычным слушателем вот допустим музыкальной сфере да разница допустим легенды рок-звезды допустим виктор цой для кого-то виктор цой для кого-то владимир высоцкий а для кого-то земфира да и обычный слушатель на другой стороне да вот его фанат обычный из толпы один из миллиона скажем так да и какой вот какая пропасть какая пропасть какая пропасть талантов и способностей и мыслей и и вот вообще всего вот вы только вот представьте себе вот это вода фанат только и может если если он особо талантливы да он может только спеть песню легенды сопровождая если он особо особо талантливый или особо слова не хватает если он особо в общем одаренный одаренный он может еще подыграть себе на каком-то инструменте будь то пианино будь то гитара но все же он исполняет песни легенды да то есть и это уже будет считаться какой он молодец какой молодец он так красиво поет так красиво играет да это вот да а легенда стоит с другой стороны да это человек или это божество да или это вообще гений который написал эту песню который додумался до ее текста не только текста но и мелодию который вас который создал эту песню да этот текст создал написал и эту мелодию эту композицию создал легенда да а этот баран один из стада баран ну извините что я так говорю конечно но я просто мне так обидно что что люди это вот эти вот фанаты это просто большое стадо баран по сравнению с легендой с этим гением да вот и в общем то это вот конечно вот эта вот разница это пропасть который лежит между легендой и между фанатом я считала это очень важная мысль ребята подписывайтесь на наш канал да вы заметили у нас уже есть свои фишки свои интересные мысли в общем да и будем продолжать продолжать много интересного всего люблю вас пока